Привет, ребята и девчата! На связи Макс Климов и сегодня поговорим о том, почему после диеты ты, скорее всего, наберешь больше, чем во время этой диеты скидываешь. Это будет, пожалуй, самый короткий ролик у меня на канале. Наверное. В директе инстаграма и в реальной жизни я уже ответил на этот вопрос раз 400, наверное. Поэтому решил записать видеоролик, чтобы можно было его просто скидывать в ответ. Поэтому пусть он полежит и здесь. У меня уже есть видеоролик на тему базовых принципов питания, которых более чем достаточно для того, чтобы понимать, как управлять своим весом. Я его оставлю вот здесь, вот на ютубе, и там же ссылочку в описании кину. В рамках сегодняшнего разговора стержневая мысль состоит в том, что есть такое понятие, как базовый обмен веществ. Это количество энергии, которое организм потребляет для поддержания жизнедеятельности. Это мозговая деятельность, ежедневные активности, процессы пищеварения, все, что нужно для того, чтобы жизнедеятельность поддерживать. Логично, что разные ткани в организме употребляют разное количество энергии для того, чтобы поддерживать себя в текущем состоянии. Условно говоря, если жировая ткань просто висит на боках и ничего не требует, мышечная ткань требует определенной энергии для того, чтобы саму себя поддерживать. Каждый раз, подступаясь к вопросу снижения веса, вы интуитивно понимаете, что нужно создавать дефицит калорий для того, чтобы организм этот дефицит восполнял при помощи расщепления, например, жировой ткани. Но организм-то не понимает, что происходит. Вы головой осознаете, что вы хотите похудеть, а для организма это просто голодовка. Организм понимает то, что дефицит еды создан какими-то внешними источниками. Хозяин голодает, хозяин в экстремальной ситуации. Соответственно, нужно избавляться от тех тканей, которые в состоянии вот этого вот голода потребляют больше энергии. Если в моменте диеты, когда вы создаете дефицит калорийности, вы не добавляете физическую активность, происходит следующее. Организм прикидывает, ага, какая же ткань у нас сейчас потребляет больше энергии, которая нам не нужна. И естественно, это будет мышечная ткань. По итогу мы получаем, что организм в первую очередь избавляется от мышечной ткани, а не от жировой, потому что он понимает то, что это просто балласт, который нужно скорее скидывать. И здесь как раз возникает ключевая проблема. Как я уже сказал, мышечная ткань, являясь очень активной, потребляет достаточно много энергии. И когда в организме мышечной ткани становится меньше, базовый обмен веществ снижается. Та планка калорийности, которая необходима для поддержания жизнедеятельности, она снижается, снижается и снижается. Соответственно, в процессе вот такой непродуманной диеты, когда вы ее заканчиваете, даже если вы скинули там 10 кг на половину жира на половину мышечной ткани, когда вы восстанавливаете свое питание на тот режим, который был до диеты, того количества калорий, которые вы употребляли для этого, на поддержание того мышечного скелета, который был до диеты, который еще не скинулся, вам уже избыточно. И вот эти вот экстра калории, которые образовываются здесь при том же самом рационе, они отправляются куда? Правильно, туда же, на бока, в виде жировой ткани. Если говорить языком цифр, возьмем какую-нибудь базовую планку, например, 2000 ккал в день, и пусть это будет то количество калорий, которое вам необходимо для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность организма, ходить на работу, существовать, пищеварение свое осуществлять, размышлять и так далее. В процессе диеты без физической активности, когда вы поступаете к этому процессу абсолютно непродуманно, сокращая просто рацион и загоняя организм в состояние голода и вот такой вот экстремальной ситуации, он избавляется от мышечной ткани и, например, то количество мышечной ткани, которое остается на конец диеты, будет потреблять совокупно со всем организмом вместо 2000 ккал, 1800. После окончания такой диеты организм, получая то количество еды, вот эти вот 2000 ккал, которые были до этого, имеет уже потребность 1800 и остается 200 ккал, которые отправляются уже на бока. И это все простая математика, здесь ничего выдумывать не надо. Если думаете, что это ужасная ситуация, не переживайте, ее есть куда ухудшать. Для того, чтобы загнать эту ситуацию просто в абсурд, можно наравне с диетой добавить еще и на период вот этого голодания пробежки с утра. Когда вы создаете вот такое голодание для организма и еще и добавляете пробежку, организму уж точно не нужна мышечная ткань. Когда вы бежите, он понимает, что лишнее точно нужно скидывать и скорее, и скорее, и скорее. Так вы ускоряете процесс катаболизма, разрушения этой мышечной ткани. И на выходе после этой диеты вы получите базовый обмен веществ вместо 1800 уже 1400, например. Ну, когда такая диета с пробежками заканчивается, естественно, вот эти лишние 600 килокалорий в день создадут из вас просто прекрасный пирожок. Кстати, если вы готовитесь к чемпионату мира по суму, то возможно стоит начать именно с этой диеты. Ну, задумайтесь. Для того, чтобы не оказываться в такой абсурдной ситуации и уйти от того сюрреализма, связанного с диетами, который кишит вокруг и передается сарафаном радио из уст в уста, из поколения в поколение, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и я здесь как раз рассказываю, как все делать правильно и с умом. Кроме того, если у вас в окружении есть люди, которые занимаются вот такой диетической ерундой, скидывайте им это видео, возможно, кого-то успеете спасти. А вам желаю удачи, хорошего дня и хорошей рабочей недели. Пока! Субтитры подогнал «Симон»